Мы сегодня докажем две теоремы про якобианы и особенности некоторых специальных подмогаобразий в них. И напомните мне, пожалуйста, что после первой я обещал сделать перерывчик небольшой. Хорошо, я напоминаю, что у нас каждый кривой ставил соответствие абелевого многообразия под названием якобиан. И у нас было замечательное отображение, которое брало д эту степень кривой и отображало ее в этот самый якобиан. Ну и, значит, якобиан у нас была аналитическая конструкция, мы ее строили как тор, фактор, как вектор пространства по решетке. А была такая конструкция, которую все время надо держать в голове, что это на самом деле пик 0 от нашей кривой, то есть это множество некоторых линейных расслоений, линейных расслоений степени 0. Ну и с этой точки зрения, как отображать набор SD-точек сюда, понятно как, мы выбираем какую-то точку X0 и отображаем набор SD-точек в сумму минус D разъятой точки X0. Получаем линейное расслоение степени 0. Образ этого дела назывался WD, это такое под многообразие. Ну, очевидно, если D маленькое, оно имеет размерность D. В прошлый раз мы доказывали теорему Торелли, и она уже в своей формировке говорила, что по якобиану, как тору и по этому дивизору кривая восстанавливается. То есть самое главное, самое главное, которое здесь есть, это вот этот дивизор. И мы говорили, что этот якобиан — это не просто объем многообразия, а главно поляризованное объем многообразия, то есть такое многообразие с таким выделенным линейным расслоением, у которого есть одно и только одно источник до профессиональности глобальное сечение, то есть там есть некоторый выделенный дивизор на этом многообразии, он называется тета-дивизор. Ну и, как обычно бывает во всех историях, когда есть два выделенных предмета, приходящие из разных источников, они на самом деле более-менее совпадают. То есть такое подмногообразие, которое все равно определено восточность до сдвига, более-менее, оно отличается сдвигом от того самого тета-дивизора. То есть главное подмногообразие здесь — это вот этот вот дивизор. Сейчас мы про него докажем некоторую теорему. Вообще сегодняшняя стратегия и стратегия на ближайшие разы будет состоять в том, что мы будем верить без доказательства в некоторые локальные теоремы про вот эти вот многообразия. То есть какими локальными свойствами обладают особенности. И будем из них вводить глобальные свойства. Например, мы будем пользоваться сегодня теоремой Риммана. Тут несколько вещей называются теоремой Риммана, но вот одна из теорем Риммана говорит про то, что... Значит, еще раз, я думаю про вот элементы здесь как про расслоение. Расслоение принадлежит... Ну, расслоение степени... То есть образ какого-то набора из G-1 точек. Это точка здесь, на нашем дивизоре WG-1 принадлежит особенностям. Тогда и только тогда, когда H0 от L... Ну, опять же, нетрудно догадаться, что. То есть, понятно, что если возьму общий L, то у него будет общий эффективный дивизор в степени G-1, то у него будет одно с точкой на представительность глобального сечения. А особый случай это когда здесь больше он двух. Ну, и теорема стоит в том, что особый случай в таком смысле, это особый случай в смысле особенностей. И теорема, на самом деле, более подробно. Она говорит, что эта размерность от стоимости кратности особой точки здесь. Но нам нужна будет только такая ее урезанная часть. Это мы доказывать не будем. Мы будем отсюда выводить некоторую теорему, которая, так сказать, более релевантна тому, что мы будем делать в дальнейшем. Она говорит, что размерность особенностей, множество особенностей WG-1 можно посчитать. И тут всегда есть ответ. Она равна либо G-3, если C гиперэллиптическая, и G-4, если нет. Ну, и то, и другое, это много. То есть, видите, здесь оно лежит к размерности 2, а тут лежит к размерности 3. И на самом деле мы потом, может быть, обсудим, что вообще это практически характеризация якобианов. Такие огромные особенности на Т-дивизоре. Среди главнополяризованных объемных многообразий. Не совсем характеризация якобианов, потому что, ну, во-первых, потому что там можно брать произведения главнополяризованных объемных многообразий, и это свойство унаследуется при произведении, но, в общем-то, более-менее. Хорошо, давайте доказывать. Первым делом предположим, что первый случай с гиперэллиптической кривой. То есть, тут есть такая гиперэллиптическая инволюция, фактор, по которой это P1. Я сейчас сделаю следующее. Я сейчас построю некоторое отображение из cg-3 в dg-1. И мы проверим, что оно сюрлективно и бирационально на множество особенностей. Это будет такое отображение эфи. Как оно строится? Строится оно вот так. Значит, ну, такое простое соображение, как вообще у нас обычно устроены отображения из степеней кривой в дикобиан. Мы хотим взять точки, ну, и как бы взять линейное расслоение им соответствующее. Единственное, что здесь я взял что-то немного меньше точек, чем надо. То есть, я бы хотел, чтобы попасть вот сюда, я бы хотел, и чтобы иметь шанс попасть в общую точку здесь, извините, не в общую точку здесь, но, в общем, чтобы попасть вот сюда, я бы хотел прикинуться, что у меня точки здесь ниже минус 3, а на 2 больше. Как мне это сделать? Ну, вот я запаснусь таким расслоением L0, которое соответствует паре. То есть, такое же расслоение степени 2, которое O от P плюс tau от P, где P это какая-то точка на моей геополитической кривой. Почему я здесь написал слово 0 вместо того, чтобы написать LP? Они еще одинаковые, конечно, это просто pullback от точки на P1. На P1 все точка одинаковая. И здесь я делал следующее. Я беру точки P1, в общем, дивизор P1 плюс и так далее, P, G минус 3, я перевожу в O от их суммы и подкручиваю на L0. Хорошо. Вот именно про это утверждение я буду доказывать, что оно хорошее. Во-первых, для начала давайте докажем, что оно селективно. На что? На особенности... Да, извините, первым делом я... Давайте я сразу даже не буду писать не то, что оно отображает нас в WG минус 1. Я сразу вижу, что оно отображает нас в особенности WG минус 1. Почему? По теореме Риммана. Потому что уже у этого лениного расслоения H0 равно 2. Мы сюда добавили какой-то эффективный дивизор. Понятно, что если мы эти точки выбрали слишком общего, то он нам глобальное освещение не добавит. Но уж не убавит, то точно. Поэтому мы заведомо попадаем в особенности. Я утверждаю, что ФИ сюрреективно и биррационально. И если да, то все будет готово. Значит, давайте проверять сюрреективность. Пусть у нас имеется какой-то дивизор D в степени G минус 1, который лежит в особенностях WG минус 1. Что это значит? Это значит, что H0 от D не меньше, чем 2. Опять же, по теореме Риммана об особенностях. Давайте вспомним, как выглядит теорема Риммана-Руха. У нас теорема Риммана-Руха один из наших главных инструментов. У нее есть несколько форм, но давайте вспомним, как выглядит геометрическая форма. Она говорит, что H0 от D это в точности D к D, то есть G минус 1, отнять что? Что такое H0 от K минус D? Ну там, значит, H0 от K минус D и еще какие-то единички. В общем, H0 от K минус D это... Извините, там бегает еще G минус 1, и H0 от K минус D. H0 от K минус D это размерность пространства гиперплоскостей в антиканоническом... в том проективном пространстве, где живет антиканонический образ нашей кривой, проходящих через D. Почему антиканонический? Извините, канонический, привычка. Профессиональная деформация. Канонический образ нашей кривой. Соответственно, G минус 1 это размер на всего этого... Ну, давайте сначала запишем обычную теоремию Роман-Роха. Значит, здесь будет стоять H0 от K минус D и, значит, еще будет стоять... Здесь это где? Мы взяли H0 слева и перекинули на правду. Да, вот теперь, значит... Ты перед H0 минус? Вот пока в плюс, да? В плюс вот так. Вот в таком виде мне не нравится. Давайте я ее перепишу в совсем геометрическом виде. Значит, если бы... Дайте, минус G минус 1. G минус 1 это размерность проективного пространства размерности с G минус 1. Здесь написано... Здесь написано размерность векторного пространства всех гиперпоскостей, которые проходят через образ нашего дивизора D в каноническом отображении. То есть вот здесь со знаком минус написано коразмерность этого дела. То есть коразмерность множества всех гиперпоскостей, проходящих через данное векторное пространство, это точно размерность векторного пространства, то есть размерность подпространства, через которое велено проходить. В общем, другими словами, вот это вот все нам не нужно. Сейчас я это сотрую через полсекунды. Здесь стоит на знаке минус размера стилейной оболочки образа дивизора D при каноническом отображении. Давайте мы, вот это я сейчас сотру, привезу на вычисление, мы пару минут полюбуемся на теорему Ремен-Роха в этой форме, потому что, во-первых, само по себе её неплохо знать, во-вторых, мы её ещё раз в три за сегодняшний день применим. Я считаю, что это буква фи. Фи с индексом К изображает каноническое отображение. Я пропустил свою размерность, конечно. Когда я считаю, что спен обозначает линейную оболочку, надо вычитать её размерность. К чему я веду эту речь? К тому, что здесь стоит число G минус 1, здесь стоит число 2. Отсюда мы делаем какой вывод? Что если дивизор D живёт в особенностях, то размерность вот этого спена какая? Не превосходит G минус 3. Давайте я напомню, что кривая гипереллиптическая. Это много чего нам говорит про её образ при каноническом отображении. И много чего говорит про какой её образ при каноническом отображении. Она отображается в Pg минус 1. А вот его образ действительно по случайности заморфинца P1, как вы говорите. И что же это за проективная прямая, вложенная в Pg минус 1 невыжиданным образом? Это супер базовый факт, мы его проходили в прошлом семестре. Подсказка. Каноническая система в этом случае составлена из вот этого вот L0. То есть как бы это L0 взято несколько раз. G минус 1 раз. То есть другими словами, ваше отображение пропускается через каноническое двойное накрытие, а потом уже вот эта вот проективная прямая линейной системой степени G минус 1 запихивается по G минус 1. Как называется образ этого дела? Он называется тремя словами. Первое слово рациональное в честь того, что это проективная прямая. Где второе слово? Нормальное, правильно? Это рациональная нормальная кривая степени G минус 1 в Pg минус 1. Рациональная нормальная кривая степени G минус 1 в Pg минус 1 обладает замечательным свойством. Если мы на ней выберем несколько точек, немного, но если мы на ней выберем G плюс 10 точек, то понятно, что размерность их линейной оболочки будет не очень большая по сравнению с G плюс 10. Она будет как бы меньше, чем G плюс 9. А если мы на ней выберем меньше точек, но он пока как бы так сказать влезает, Размер с линейной оболочки будет всё время, какая надо. Там любой набор из маленькой точек лежит в общем положении. Это такое простое свойство рационально-нормальной кривой. В частности, если мы на ней выберем, какой значит у нас был степенью дивизор, дивизор был степенью g-1. Если мы на этой рационально-нормальной кривой выберем g-1 точку, абсолютно любую, лишь бы не совпадающую, тогда у неё размер с линейной оболочки будет g-2, а не как мы хотим. Значит, что мы должны сделать, как мы должны выбрать точки, в каком условии должны удовлетворять образы g-1 образов точек SD, чтобы их линейная оболочка имела право быть размерностью g-3 или меньше. Хотя бы две точки должны склеиться. Хотя бы две точки. Ну, то есть, другими словами, D можно записать в виде. Там есть какая-то точка P, там есть её инвалидивный образ, но есть ещё чего-то. Это чего-то, может быть, склеивается, может быть, не склеивается. Это уж как нам повезёт. Ну, то есть, другими словами, D живёт в образе вот аккуратно такого отображения. Ну, вот я здесь написал, вот это же положено 0 и 0, но и то же самое, что к этому набору прибавить P плюс tau от P. Давайте проверим перерациональность. Ну, да, собственно, перерациональность проверяется примерно этим же вычислением. Давайте выберем... Да, давайте выберем вот такой вот набор точек P1, Pg-3. Общим образом, общим буквально в том смысле, что среди них не найдётся никаких двух склеиваемых этим отображением. Ну, тогда вот у них образ будет иметь размерность G-2 вместо вот этого G-3. Приносим это G-2 сюда, и ещё раз. Вот эти вот не совпадают, не содержат инвалидивных образов друг друга. Давайте я к ним добавлю ещё далеко лежащую от них точку P и её инвалидивный образ. Вот у меня как-то такой вот дивизор D из G-1 точки. Я утверждаю, что вот ровно то же вычисление говорит мне, что здесь у меня буквально равенство. H0 от D ровно равно 2. То есть он такой же H0 от D, как H0 от вот этого вот расслоения. Отсюда вывод, что вот эти вот точки у меня... Ну вот у меня есть много разных глобальных сечений, потому что в качестве P от T от P я могу взять любые точки. Я хочу сказать, что в этих глобальных сечениях остальные у эффективных дивизоров, вот этот вот хвост из G-3, оставшийся в точке, он всё время один и тот же. Потому что если бы я мог их ещё как-то линейно заменить, то с точки удаления эквивалентства поменять на другой набор из G-3 точек. То у меня H0 было бы больше, чем H0 от вот этого вот, как бы... от пары P плюс tau от P. Если он всё-таки равен 2, то это значит, что вот этот вот набор из G-3 точек определяется вот этим вот линейным расслоением. То есть, другими словами, определяется своим образом при отображении вот этого такой F круглая. Этот набор G-3 точек определяется своим образом при отображении F круглая. То есть точки, в которые он отображается, в WG-1. То есть, другими словами, достаточно общий элемент отсюда определяется своим образом. Это определение персонального отображения. Это был разговор про гипералитическую кривую. Разговор про негипералитическую кривую примерно такой же, но чуть-чуть посложнее. И стратегия, доказательство, там немножко другая. На этот раз мы так исхитрились и построили бирсальную модель, которая имеет очевидную размерность g-3. Теперь стратегия другая. Теперь я буду строить это проображение уже из cg-1. Проверю, что в wg-1. Проверю, что прообраз особенностей там имеет размерность ровно g-3, как ни странно. А потом проверю, что есть слои. То есть тут придется сделать несколько шагов. Зато на этот раз отображение будет не каким-нибудь новым, с подкруткой на вот это специальное расслоение ль-0. На неких практических кривых никакого специального расслоения нет. Поэтому отображение будет самым обычным. То есть c не гиперлептическое. Другими словами, вот наше каноническое отображение является вложением. И у меня есть мое обычное отображение из cg-1 в гикобиан. Ну, точнее, даже в свой образ wg-1. Что мы делаем на этот раз? Значит, мы докажем, значит, для начала, давайте в качестве промежуточного утверждения докажем, что прообраз от множества особенностей, его размерность не превосходит g-3. Потом из этого не превосходит, мы все остальное уже сравнительно быстро выведем. Как мы это будем делать? Значит, во-первых, ну, запасемся. Пусть p. Возьмем опять g-3 в общей точке. Если они общие, то их образы при фика тоже общие. То есть в том смысле, что их образы порождают подпространство размерности g-4. И еще одно условие, с которым мы себе здесь можем заказать, что вот у меня есть некоторое подпространство в том же пространстве, где лежит где лежит образ, канонический образ моей кривой. И проекция c из него биррационально. Ну, так можно сделать, потому что если я возьму общие точки на кривой в таком количестве проекции, будет биррационально. А в данном случае фика просто взаимнозначные соответствия. Можно взять их прообразы на... Что? Ну, как обычно, мы рассматриваем... У нас есть подпространство какой-то размерности. Давайте рассмотрим подпространство на единичку больше размерности, проходящее через него. Они принотризуются в какой-нибудь, так сказать, дополнительной, скрещивающейся линейным подпространством дополнительной размерности. И мы приведем... Значит, теперь я беру такое рациональное отображение из проективного пространства. Вот я, например, проектирую трехмерное пространство из прямой. Напрямую. Я провожу всевозможные плоскости. И каждую такую точку отправляю в точку превещения с прямой. Эта штука не очень определена на подпространстве, но, как мы знаем, на гладкой кривой любое рациональное отображение продолжается до регулярного отображения, поэтому меня не будет волновать, что там происходит в проективном пространстве, меня волнует, что происходит на кривой. Но с кривой могла быть такая беда, что это отображение могло быть, не знаю, конечным, степенью больше единицы, например, двулистным. Но это такое условие на подпространстве, которое мы собираемся спроектировать, поэтому я хочу выбрать общие точки, так чтобы так не было. Значит, давайте проверим себя подпространство размерности G-4. Куда проектируется кривая? Ну, так сказать, эта проекция тоже в некотором проективном пространстве меньшей размерности. Какой размерности? Дайте я ее обозначу тем временем буквой буквы P, наверное. Нет. Да, давайте обозначим буквы P. И образ этот с чертой, где он лежит? С какими мерами пространства? Надо вспомнить, в какими мерами пространства живет сама кривая С после своего канонического вложения. Pg-1. Я проектирую Pg-1 из-под пространства Pg-4. Я напоминаю, я проектирую в пространстве дополнительные размерности, то есть они должны скрещиваться. Что? Неправильно, потому что они не скрещиваются. P3 и Pg-4 в Pg-1 не скрещиваются, они происходят по точке. P2. Очень хорошо. Ну, очень здорово. Так, и значит, теперь какой у меня степени моя с чертой в этом P2? Нет. Мое пространство пересекалось пересекалось с кривой по крайней мере по всем этим G-3 точкам. Теперь, если я их выбрал общо, то я могу считать, что других точек пересечения нет. то есть, всюду, не считая гиперплоскости, общее пространство размерности 2 и ниже пересекается с кривой только по тем, так сказать, предписанным точкам, которые ее порождают. То есть, степень у была на G-3, потому что, ну, как обычно, если вы проектируете из точки на кривой, то степень убывает на 1. Ну, если точка была не особая, мы считаем, что наша кривая, конечно, была не особая. Если вы проектируете из прямой, то же самое, что проектирует последствия из двух точек, степень бывает на 2. И так далее. У меня степень у была на G-3. Скажите мне, какая у меня степень получилась? G плюс 1. Вот у меня есть кривая рода G степень G плюс 1 в П2. Так бывает? Кто-нибудь помнит формулу для рода? на G пополам равно G. Ну, типа там сокращаем на G, G минус 1 пополам равно 1, G равно 3. Почему нас не интересует случай G равно 2? Случай G равно 2, скажем, нас вообще не интересует, потому что они все гипераллептические. А в случае G равно 3 нас тоже не очень интересует, потому что, ну, да, хорошо, давайте считаем, что у нас в случае G равно 3 не интересует, потому что мы не собираемся доказывать, что здесь особенности имеют размер G минус 4. Давайте сразу предположим, что G по крайней мере 4. Что? В случае G равно 3 мы вообще ничего не хотим доказывать. Мы хотим ну, давайте случай G равно 3 оставим, как сказать, в стороне. Давайте считать, что G больше 4, и все происходящее здесь не тривиально. То есть, если бы G равно 3, я выбирал бы 0 точек, вообще никакой проекции бы не было. Вот не хочу этого. Хочу, чтобы G было больше 4. я получил какое-то противоречие. О чем мне доказывает на самом деле это противоречие? Что я не мог сделать эту конструкцию или что она мне доказывает? Я форму для рода применил. Я ее всегда могу применять? Правильно. Это мне доказывает ровно то, что кривая получилась особая. Так часто бывает, вы начинаете проектировать кривую, она становится на по 2 особо. Я ее проектировал как бы из точки на кривой, но все равно гладко не получилось получить. Значит, здесь есть особая точка. Вот такая точка, у которой прообразы плюс q какая-то там, не знаю, qm с учетом кривостей. Давайте я спроектирую еще из этой особой точки. из этой вот особой точки q. В результате в сумме я получу такую линейную систему. Значит, у меня была каноническая линейная система. потом я спроектировал из моих g-3 точек и еще я спроектировал из из образов всех вот этих точек куито. И вот эта линейная система у меня получилась двумерная. То есть она имеет проективную размерность 1 и имеет степень 2g-2 минус g-3 g-1 минус m. Мы уже почти приблизились к концу. Вот давайте напишем, что 2 по крайней мере h0 от или здесь наверное надо поставить равно. Давайте я немножечко эту линейную систему вот здесь какая-то сумма каких-то точек куито, которых не меньше двух штук. Вот я прямо из них две штуки оставлю первые ну или какие-нибудь. Так, это я перепишу как дайте я напишу что это равно h0 от d плюс q1 плюс q2. почему? Потому что по теореме Ремнероха если я вычту из этого вот это у меня здесь написано дивизор и кон-класс минус этот же дивизор. Значит справа должна получиться правая часть теоремы Ремнероха. То есть степень которая равна чему? g-1 плюс g-1 равно нулю. получилось значит мы сказали что мы построили как дивизор степени g-1 у которого h0 по крайней мере 2 то есть по теореме ремнероха особенностях вот этот вот дивизор d плюс q1 плюс q2 он принадлежит особенностям dg-1 ну то есть что мы сделали мы стартовали с p g-3 вообще общих точек которые там варьируются в каком-то огромном накрытом множестве и пристроили к ним некоторым очень специальным способом две так что такой уже дивизор степени g-1 живет в особенностях wg-1 хуже того мы пристроили эти две конечным количеством способов потому что вот эта вот процедура она ну она начиналась вот с такой проекции из этих вот g-3 общих точек а после этого на образе было конечное количество ну там они имеют какие-то кратности может какая-то из них имела кратность 10 но все равно две из них можно было выбрать только конечным количеством способов то есть другими словами я конечным количеством способов дополнил общую g-3 точек до набора g-1 точки которые дают линейное расслоение в особенности wg-1 это нам говорит что что если мы рассмотрим вот такое вот вот такое отображение то ну и давайте может еще немножко поглядим на вот эту конструкцию я утверждаю что на самом деле она обратимая то есть если я начну с точки здесь то я смогу подобрать дивизор d я могу подобрать дивизор d такой что если я проведу буквально эту конструкцию с проекцией если точки здесь я могу просто отклупать две точки последние и получить дивизор d такой что если запихну его в этот рецепт то он восстановит обратно точку из особого множества WG-1 что ну давайте проверим давайте отклупаем просто буквально вот две любые получили набор SG-3 точек он мне породил какое-то подпространство значит какие у нас могут быть проблемы проблема может быть в том что пространство неправильной размерности или какие-то еще проблемы с общностью да вот то есть даже правильная ответ в том что я должен брать какую-то общую точку здесь если правильной собственности нет у меня вполне определенная проекция и более того у меня возникает какая-то особая точка дальше если у меня точка здесь общая еще в том смысле что что h0 от этой штуки от такого расслоения равна равна основу двум то у меня есть отображение кривой на p1 которая пропускает через эту проекцию это значит что есть какая-то уменьшающая на 2 еще степень проекция из p2 в p1 ну то есть вот все компоненты конструкции восстанавливаются шаг за шагом если если нет проблем ни на каком шаге собственностью она больше двойки но вот это больше равно возникло здесь вот вот единственное больше равно возникло здесь потому что у меня было здесь неизвестное количество точек а я взял из них две две это как бы прообразы вот эти все точки это прообразы моей особой точки на не особой модели опять же при условии общности у нас точки здесь будут возникать обгоняем двойные здесь не будет никакого способа выбрать из них две кроме как взять все из них то есть тут тоже будет равенство ну либо один так сказать кратусу два если там кассу допустим вот то есть вот такая конструкция работала только если мы накладывали условия общности на первой pg-3 но если мы еще там ну да если мы наложим еще немножечко общности то можем сделать равенство здесь ну и в обратную сторону соответственно это может пройти по кругу что я хочу сказать этим всем что мы можем рассмотреть все такие вот вот у нас получилось такое соответствие по крайней мере то есть я не утверждаю что то есть я утверждаю что если я начал с общего набора g-3 точек я по ним построил особую точку на wg-1 это отображение обратимо но так сказать как мы опять же в этой конструкции видим у нас какой-то выбор по пути происходил ну я мог например даже если я уже взял вот где-то по пути я выбрал особую точку если особых точек было несколько я мог выбрать там какую-то из них то есть другими словами по данному дивизору d степени g-3 возможно я мог построить несколько разных точек из w g-1 но все равно конечно количество в общем другими словами вывод давайте я напишу вывод теоремы рима я например сотру уже то есть я уже сказал много слов давайте я их подытожу в качестве вывода если l это общая точка то у нас есть множество у минус первый отель вот при таком отображении и есть давайте рассмотрим такую для я возьму просто прообраз всего особого множества и теперь я рассмотрю для данного дивизора степени g-3 такую поверхность состоящую из всех дивизоров степени g-1 такого вида где куито это произвольные точки на c а дивизор d фиксирован я утверждаю что эти ребята пересекаются по конечному количеству точек потому что в процессе этой конструкции у нас было только конечное количество мест где мы могли хоть что-то выбрать но вот фактически одно место особую точку на проекции ну там можно даже примерно отследить по какому количество особых точек определялась вот эта формула для руда хорошо у меня есть подмногообразие неизвестны мне размерности у меня есть поверхность я знаю что они пересекаются по конечному количеству точек мне было бы этого достаточно для того чтобы сделать вывод про размерность подмногообразия ну единственное что то есть конечно неверно что в произвольном вообще многообразие у вас если поверхность пересекается по точкам с подмногообразием то подмногоразие имеет дополнительную размерность. Это, конечно, неправда. Но, потому что, например, в С степени G-1 можно вообще спроектировать на первый со множителя, взять там две точки, у меня будет два подмногообразия размерности G-2, которые вообще не пересекаются. Но это всё происходит потому, что у С степени G-1 ранг группы Пекара, ранг группы нейронов Северия большой. Это легко исправить, ну, равен там G-1. Это легко исправить. Давайте всё это дело отобразим в симметрическую степень. Это будет конечное отображение, оно не испортит никаких размерностей. Там уже ранг группы нейронов Северия будет один. Да, там уже ранг группы нейронов Северия будет один. И там из этих соображений последует, что размерность этого никак не превосходит. С чего? Размерностью вот этого минус 2. То есть не превосходит G-3. И это мы доказали, что не превосходит. На самом деле не не превосходит, а равна. Потому что часть вот этой процедуры говорила, что, начав с любого дивизора степени G-3, мы построим особую точку у W в G-1, дивизоров G-3, ну, начав с общего дивизора. Общие дивизоры G-3, они варьируются в G-3 мерном открытом подмножистве в C G-1. Ну, в C G-3. То есть обратное неравенство тривиальное. Значит, размерность вот этого прообраза, на самом деле, равна G-3. Напомню, что это совершенно не то, что мы хотели доказать. Мы хотели доказать G-4. Но это тоже дело нехитрое. Заметим, что у отображения из прообраза особых точек в особой точке есть слои. Для этого надо вспомнить, как устроены слои нашего любимого отображения U. Вы помните, как устроены слои? Мы это говорили в самом начале. То есть это даже не теорема, это такое наблюдение. Мы отображаем эффективный дивизор в расслоении, соответствующую эффективную дивизору. Как называется слой? Линейная система. А я еще раз напомню, что по теореме римна об особенностях, если расслоение, которое является особыми точками WG-1, у них H0 больше 2. То есть линейная система, по крайней мере, одномерна. Это значит, что буквально все слои, по крайней мере, одномерные. Это значит, что размерность падает на сколько-то, по крайней мере, на 1. Ну и нетрудно понять, что для общей точки, по той же геометрической форме теореми римна Роха, H0 будет равно буквально 2, и поэтому над общей точкой этого особого множества висит одномерный слой. Значит, размерность упала ровно на 1, получил уже минус 4. Давайте на этом месте мы немножечко выдохнем, сделаем перерыв на 5 минут, а потом ломаемся исследовать особенности, так сказать, более сложных множеств такого же типа. Нужно сейчас изучить еще немножечко разных многообразий такого же типа. Давайте мы введем в себе набор многообразий W, DR в Викобионе. Это будет множество таких L, что степень L равна D, а размерность длинной системы по крайней мере R. Ну, понятно, что это замкнутые условия. Я уже говорю про точку Якобиана как про какие-то расслоения степени D, но понятно, что это всегда имеет в виду образ расслоения при нашем отображении U из C в степени D. Какие здесь имеют смысл накладывать условия на параметры? Ну, во-первых, можно считать, что D от 2 до G минус 2, потому что если D равно G минус 1, то все такое, ну, в общем, это вот тот самый наш дивизор, про него мы кое-чего же понимаем. Если D равно 1, то тоже у нас какая-то кривая, которая на самом деле изоморта вкладывается, про него мы тоже кое-чего понимаем. А 2 до G минус 2 – это такой загадочный диапазон, где мы для разных R даже так размерность толку вычислить не можем. И ограничение на R такое, что R равно 0 убрать бессмысленно, конечно же, больше 0 и любое неотрицательное число. Ну, вот так вот мы хотим взять такое ограничение. Почему мы не хотим, чтобы 2R было больше, чем D? Нет, нет, нет. Почти. Это уже именная теорема, но не ревна ровно. Там как-то размерность примерно половина от степени, да? Что? Ревенция Клиффорда. Клиффорда. То есть ревенция Клиффорда говорит, что там длини специальных дивизоров, но это на самом деле, я думаю, буквально гарантируется малостью степени, а размерность длини системы не превосходит степень пополам. То есть если бы превосходило, то, может, так не бывает. И мы хотим изучать размерность вот таких вот многообразий. Хорошо. Значит, по этому делу имеется теорема Мартинса. Если С гиперэллиптическая, то размерность любой неприводимой компоненты W до R, если С не гиперэллиптическая, то размерность не превосходит D минус 2F минус 1. Я прав? Да, я прав. Ну, значит, в отличие от предыдущих теорем, где нам половину усилия пришлось потратить на гиперэллиптический случай, вот и такое преимущество, что гиперэллиптический случай очевиден. Почему случай очевиден? Потому что мы уже обсуждали теорему геометрической формы теоремы Роман-Роха и что она говорит с учетом того, что любые различные точки на рациональной нормальной кривой порождают всегда ожидаемые размерности линейного подпространства. Из этого следует, что любое линейное расслоение, у которого H0 больше 2. Но я здесь написал в термок линейной системы, то есть если здесь R по крайней мере 1, то это значит, что H0 по крайней мере 2. То есть здесь всегда будет зазор единицы. Значит, L получается с таким набором точек. P плюс tau от P, вот это вот, так сказать, за все ответственно, плюс что осталось. То есть про размерность все в общем и целом понятно. Ну и, соответственно, если эти точки общие, то они определяются единственным образом. То есть, ну да, прошу прощения, если H0 больше 2, а если H0 больше равно R плюс 1, то нам вот это вот дело надо взять с коэффициентом R. В общем, это такое простое следствие геометрической теоремы Рима-Роха. То есть вот этот кусочек определяется однозначно, а вся наша свобода выбирая вот этих точек P1, P, D-2R. То есть, ну вот этим вот и определяется размерность. То есть выбираем вот этих вот разных точек. Поэтому сразу переходим к случаю 2. Это С не гипералептическая. И как в прошлой теореме нам нужно было некоторое локальное знание теоремы Рима-Рима об особенностях, здесь тоже нужно будет некоторое локальное знание, которое выглядит исключительно страхолюдно и ужасно, но за ним стоит некоторое отождествление каких-то векторных пространств. Сейчас я его напишу. Оно будет выглядеть действительно ужасно, но мы его можем отложить либо на следующий раз, либо если у нас не хватит духу вообще им не заниматься. Но даже чтобы его сформулировать, мне нужно немножечко ввести обозначений. Давайте, значит, чтобы каждый раз не писать R плюс 1, у меня L это будет R плюс 1, ну вот, то есть это H0 от характерного линейного расслоения L, которое здесь принадлежит, сюда принадлежит. Да, ну давайте я предположу, да, прежде чем заниматься со слоением L, я предположу, что размерность какого-то WDR больше и равна, чем D минус 2R. Дальше давайте я выберу D, самое маленькое, с таким свойством. И выберу какой-то L, живущий здесь. Заметим, что из того, что D самая маленькая, следует какие-то приятные вещи про L. Например, следует, что у него нет базисных точек, иначе бы мы построили состояние на степень на единичку меньше с теми же, так сказать, параметрами. У нас D уменьшил бы на единичку, а R бы вообще не изменилось. Ну и давайте считать, что, и можно считать, что H0 от L буквально равно R плюс 1, не подскакивает еще дальше. Я выберу общую точку здесь, но иначе я буду считать, что она просто живет в пространстве с тем же D и большим R. И пусть буква T обозначает H1 от этого L. Локальная теорема состоит в том, что у нас есть, мы можем посчитать размерность, ну, опять же, повторяю, происходит из того, что касательное пространство с чем-то там отождествляется, размерность касательного пространства в точке L, как на W, D, R, она не меньше, чем, извините, она просто равна. G минус L, T прибавить размерность ядра некоторого естественного отображения. Давайте его назовем буквой M, где M это такое отображение спаривания, оно берет H0 от L на H0 от K минус L и отображается в H0 от K. Ну, если быть точным, то вот это касательно пространства отождествляется с ортогоналом к образу этого отображения вот здесь. то есть более точная теорема выглядит так, что это касательно пространства отождествляется с дополнением к образу этого отображения, а вот эти числа, вот это число, это, соответственно, размерность левой части, вот это число, это размерность правой части, ну, а вот это вот ядро. То есть я из размеров цветов вычитаю разность размерности цветов и ядра. Хорошо. Зачем мне нужно знать такое ужасное равенство? Мне нужно знать это для того, чтобы, значит, размерность касательно пространства уж никак не меньше, чем размерность всего вот этого всего многообразия. А с этим отображением спаривания оно такое, с вами несложно устроено, с ним я сейчас как-нибудь разберусь и пойму, как оно устроено, какие оценки из него следуют. Давайте я напишу еще немножечко. Может быть, по пути мы вместе проверим какое-нибудь вычисление. Значит, первым делом, давайте я, значит, сейчас сосредоточусь вот на этом, а потом из него повожу каких-то противоречий. значит, не меньше, чем ну, а сюда я подставляю по предположению давайте проверим последнее равенство. вот это вот lt я оставлю на месте. А что такое? Я хочу преобразовать вот... Давайте я преобразую левую часть. значит, l плюс t минус 1. l и t это размерности h0 и h1 от некоторого от некоторого расслоения. Это повод подтянуть сюда римлян-руха. Но, правда, римлян-руха разность, а не сумма. Но ничего. Это равно h0 от... Давайте я напишу так, да. Вот это вот h0 от k минус l минус h0 от l прибавить 2h0 от l тут вроде разобрался, да. Вот это h0 от k минус l и это h0 от l отнять единица. Это, в свою очередь, равно... Вот это вот я считаю по римлян-руху. k минус l имеет степень 2g минус 2 отнять d теперь h0 от l прибавить 2r плюс 2 отнять единица. Это я не прав, потому что это я написал только... Это я написал только части римлян-руха, только степень. Минус g плюс 1. Давайте сложим. Тут мне нужна ваша помощь. Значит, минус 2 плюс 2, минус 1 плюс 1, единичка ушла. Значит, осталось g минус d плюс 2r. Так, ну, вроде... Вот как раз я здесь поменял знак насильно, и как раз получилось оно. То есть я вычисление провел сноюл правильно. Хорошо. Вот это вот я сотру. lt минус l минус t плюс 1. Дальше сейчас я еще что-нибудь с этим равенством сделаю. Я скажу так. Я, значит, немножечко подумаю, как устроена размерность вот этого ядра. Сейчас мы ее откуда-нибудь ограничим. Ограничим мы ее... Так вот. Ну, во-первых, пусть у нас есть базис в h0 от l. Я могу для всех h от 1 до l рассмотреть подпространство w h в h0 от l, которое порождено первыми h-сечениями. и я хочу прикинуть, как отличаются размерности вот этого мю, я знаю, за чем там писал, ограничено на w h, и размерность вот этого мю ограничить на w h-1. Значит, зачем мне это нужно? Потому что я смогу проанализировать размерность мю, ограниченную на w2, и смогу прикинуть зазор. Отсюда смогу прикинуть, как устроено ядро всего отображения на всем w, на всем w, ну вот у вас w h, если это w h-1 добавлением, ну и взять милинной оболочки от одного буквально вектора в верхнем пространстве sh. А дальше мы ну теперь вот это вот как бы новое пространство, вот такое чуть побольше, мы должны спарить с h0 от k-l, то есть понятно, что при добавлении одного вектора сюда, даже если, условно говоря, вот все вот здесь спарено совсем здесь бы обнулялось, ну что-то такого сорта, то вот больше, чем на вот этот размер, оно бы не приросло. Хорошо, это понятное рассуждение. Хорошо, значит отсюда, теперь с другой стороны я хочу сказать следующее, что как устроено ядро, а ну давайте я сделаю вывод, значит я пусть я знаю по случайности как устроена размерность ограничения на му2, ну вот она какая-то, тогда чтобы дойти до h, я прибавил не больше, чем, чтобы дойти до всего ядра, я должен еще l-2 раза прибавить t, то есть такое тривиальное следствие, что размерность всего ядра, она не превосходит размерности ядра му ограничить на w2, прибавить это t, взятое l-2 раза. Честно говоря, я здесь, как вы видите, выгадываю какие-то копейки, то есть я всего лишь пытаюсь от нуля отодвинуться на два шага, но чуть-чуть все-таки оказывается здесь можно выгадать, то есть в принципе без всякого дальнейшего раздумья я бы здесь мог поставить вот здесь написать 0, а здесь поставить t умножить на l, но я хочу проскочить в этот зазор, давайте подумаем, что такое ядро му ограничено на w2, я утверждаю, что это буквально, что оно, что ее можно отождествить с h0 от k минус 2l. Ну, это тоже такое несложное рассуждение, больше по линейной алгебре, давайте я скажу его на бросок и, так сказать, в одну сторону объясню включение. Вот пусть у вас есть здесь какое-то какое-то сечение из k-2l. У меня есть у меня есть w2, два выделенных сечения s1 и s2. Я по этому сечению лямбда строю такое соотношение лямбда s1 ну, так сказать, помноженное на s2 минус лямбда s2 помноженное на s1 равно нулю. Значит, что это, откуда я беру свои элементы? Вот это и это, простите, вот это и это, это элементы для w2, то есть из левого члена здесь, а вот эти произведения это глобальное сечение k-2l плюс l, то есть это глобальное сечение аккуратно вот изоотсюда. Прошу прощения. Это мне показывает, что по каждому элементу здесь я строю соотношение, ну, то есть я строю какой-то элемент в ядре. и из того, что у нас у l нет байсных точек, мы могли бы считать, мы можем считать, что s1, s2 у них нет общих нулей, из этого следует, что ничего другого у нас в соотношениях и нету. Но это мы обсуждаем только соотношение на двумерном пространстве. То есть вот такое нетрудное рассуждение. Если бы общие нули были, здесь надо было бы вычитать эти самые дивизор их общих нулей. Хорошо. Какой отсюда я хочу сделать вывод? Вывод я хочу сделать такой, что h0 от k-2l равно вот этой размерности ядра несчастной ограниченной на w2. А это в свою очередь больше равно вот это больше равно всей размерности всего ядра отнять t на l-2. И последнее усилие последнее усилие это в свою очередь больше равно чем lt минус l минус t плюс 1 отнять t на l-2. Давайте вы мне поможете посчитать сколько получилось, чтобы я сам себя не запутал. Сколько получилось? t минус l плюс 1. А сейчас мы еще немножко это упростим. t минус l вам что-нибудь напоминает? Опять теременную нам очень повезло. Значит, это равно h0 от k минус l отнять h0 от l прибавить 1. А это в свою очередь равно степени 2g минус 2 минус d отнять g прибавить 1 еще прибавить 1. Ну, давайте скажите, мне ответ g минус d. Все, теперь все предыдущее выбрасываем работаем вот с этим вот неравенством. давайте на все происходящее опять нападем скоростью теориума Руха. Игорь Негода Идем сюда, забираем отсюда g минус d. Сколько получаем? d припасть 1. И это уже, на самом деле, почти победа. Значит, давайте рассмотрим пару случаев, когда d не превосходит g минус 2. Это раз. Тогда у меня что отсюда получается? d не превосходит g минус 2. Ну, в любом случае, здесь... Я хочу засунуть это дело в теорем Клиффорда. Значит, у меня h0 от 2l больше равно d плюс 1. А это, в свою очередь, что-то такое d. d это степень 2l пополам. И теорема Клиффорда говорит нам, что сюда мы еще должны прибавить единичку. Да, значит, 2l лежит на границе теоремы Клиффорда. Теорема Клиффорда говорит, что h0 от расслоения не превосходит степень поделить пополам плюс 1. Ну, если расслоение специальное, то есть, если от него h1 больше нуля, h1, то есть, нам надо прикинуть h0 от k минус 2l, что оно больше нуля. Но оно больше нуля. Вон там написано больше чего-то. Оно даже больше, чем g минус d. d не превосходит g минус 2. В общем, больше нуля. Теорема Клиффорда применима на границе теорема Клиффорда. Что следует из границы теорема Клиффорда? Вот это сложно. А что просто следует? Либо дивизор нулевой, либо дивизор канонический. Ни то, ни другое не наш случай, правда? Либо. Почему не наш случай? Потому что d не превосходит g минус 2. Степень дивизора 2l не превосходит 2g минус 4, то есть, не равна 2g минус 2. Ни нулевой, ни канонический, либо что еще? А вот нет. У этого, как вы выражаетесь, первая строчка стоит в том, что кривая гиперелептическая. А потом уже что-то, да? И ваш дивизор набран из вот этих вот линейных рядов g 1, 2. Но давайте про это набран уже забудем. Но следует, что кривая гиперелептическая. А у нас случай не гиперелептической кривой. А это не наш случай. Случай 2. d равно g минус 1. Тогда у нас, в принципе, есть шанс проскочить, потому что 2l имеет ту же степень, что канонический класс. Но 2l равно каноническому классу на самом деле очень редко, как мы с вами помним. Да, вот это вычисление, оно относится к обоим случаям. Если 2l равно каноническому классу, то, как мы знаем из мишного рассказа в прошлом семестре, l это одна из конечного набора специальных расслоений, которые называются тет-характеристиками. Их конечное количество мы в этой нашей истории можем предполагать, что число, к которому мы приводим к противоречию, оно не равно нулю. Вот эта размерность W, d, r. Мы можем считать, что оно не нульмерно, и поэтому l уже заранее было выбрано не тет-характеристикой. То есть 2l не является каноническим классом. Мы опять запихиваем это в теремом Клиффорда, опять получаем противоречие. Ну или даже уже запихиваем не в теремом Клиффорда, а просто говорим, что размерность этого расслоения 2l, который имеет степень 2g-2, больше, чем g, больше равно, чем g. А как мы хорошо знаем, такое бывает только если расслоение 2l это канонический класс. У всех остальных расслоений такой степени, потеряемый равный руха, меньше размера h0. Всё, мы приехали. Следующий раз, опять же, у нас будет перерыв, а начиная с того раза, который будет реально следующий, мы первым делом исследуем граничный случай в тереме Мартинса. И там, это какая терема Мамфрода, которая говорит, что бывает, если там достигается равенство. И там ответ очень интересный. То есть, ну, во-первых, мы в случае гиперлептической кривой уже забраковали, в случае, когда тут достигается равенство, проразмерность вот этих W, DR, такое, независимо от тер, бывает только в случае, если кривая очень специально, чуть-чуть менее специально, чем гиперлептическая. Она должна быть тригональной, либо плоской квинтикой, либо, что называется, биэллиптической. И специальные случаи очень похожи на специальные случаи, которые имеются в теореме Энрикаса Бэбиджа, и они же впоследствии будут специальными случаями в теории премианов, которыми мы постепенно перейдём. Всё, спасибо.